За годы независимости произошли значительные и успешные преобразования и реформы в системе здравоохранения Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил руководитель областного профильного управления Арман Калибеков. Так, по основным социально значимым заболеваниям отмечается снижение показателей смертности от болезни системы кровообращения на 16,4%, смертность от злокачественных новообразований на 8,9%. Какие меры позволили добиться таких результатов – далее в сюжете. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Об этом не устают напоминать врачи. Для этого необходимо своевременно проходить профилактические осмотры, скрининги и обращаться в медицинское учреждение при плохом самочувствии. Одними из основных причин смерти пациентов является заболевание системы кровообращения. Так, в текущем году в Западно-Казахстанской области было проведено 217 операций на открытом сердце и более 150 операций при инсультах. Проведены следующие мероприятия по достижению основных показателей. В своевременной диагностике лечения болезней системы кровообращения внедрены новые механизмы работы специалистов скорой медицинской помощи в период золотого часа. Начато проведение своевременной тромболизной терапии на догоспитальном этапе, экстренное стентирование при остром коронарном синдроме, эндоваскулярные операции при инсультах, которые позволили снизить показатели смертности и инвалидизации от данного заболевания. Также в области сократилась смертность от злокачественных новообразований почти на 9%. Калибеков подробно остановился на том, что позволило улучшить статистику. Запущенные скрининговые программы по выявлению онкопатологии на ранних стадиях внедрены реабилитационные и палиативные медицинские услуги. Показатель пятилетней выживаемости больных с раком молочной железы за 11 месяцев текущего года составил 58,4%, раком шейки матки 63,1,1 и с колоректальным раком 53,9%. В борьбе с туберкулезом также наблюдаются улучшения. Так, в диагностике туберкулеза применяется современное лабораторное оборудование, что позволило проводить ускоренную диагностику туберкулеза и выявлять устойчивые формы.